Недельная глава После ареста Беньямина Иуда пытается за него заступиться и для этого он обращается к фараону. В результате этой беседы Йосеф открывается братьям и отправляют за Яковом, дабы привезти его в Египет к Йосефу. По дороге Яков переживает очень сильно то, что вынужден снова покидать землю обитованную и обращается к Господу. И Господь, мы видим, ободряет Якова идти в Египет. Дальше мы видим описание встречи Йосефа и отца, после чего Яков вместе с сыновьями поселяется в земле Ощен. И в конце нам недельная глава говорит о том, что Израиль продолжает увеличиваться. Вот краткое содержание нашей недельной главы. Перейдем непосредственно к тексту. Итак, мы с вами читаем Берешит, 44 глава, 8. И подошел Иуда к нему и сказал, позволь, господин мой, сказать рабу твоему слово в уши господина моего, и да не возгорится гнев твой, нарабатывая его, ибо ты тоже что пару. Хочу обратить ваше внимание, что пока еще Иуда и остальные братья не узнают перед ними Йосеф и продолжают воспринимать его как человека, который по власти своей практически как фараон. Слово, от которого начинается наш стих, и подошел Иуда к нему. В еврейском языке стоит слово ваигаш. Это слово, которое трижды встречается на странице Священного Писания и может означать в переводе подошел, однако оно имеет очень интересный оттенок. Так обычно мы говорим, подойди ко мне, потом поговорить надо, да, или сделать что-то вместе, да. То есть, когда Тора использует это слово ваигаш, мы должны понимать, что это произошло с определенной целью. Причем эта цель была взаимна, не только со стороны Иуды, но и со стороны Йосефа. И действительно мы должны задуматься вот на чем. Йосеф был очень большим человеком в то время, и подойти просто так к нему было практически невозможно. За этим внимательно следила охрана. Только в том случае, если Йосеф проявлял свое благоволение поговорить с этим человеком, только тогда его могли к нему подпустить. Из чего мы можем сделать вывод, что Йосеф тоже хотел пообщаться с братьями, дабы увидеть, возможно, произошли ли в них изменения с тех пор, как они не виделись уже много-много лет. Надо заметить, что братья Йосефа, несмотря на то, что они действительно поступали иногда и некрасиво, и совершали грехи, наверное, как все мы совершаем, Но при этом они были людьми, которые ориентировались на заповеди Божии, которые знали Бога, которые стремились исполнять Его волю. И нельзя говорить о том, что они были абсолютными безбожниками. И, конечно же, Йосеф стремился увидеть, произошли ли в их сердцах какие-либо изменения, покаяния, если хотите. Смотрите, с какими словами Иуда обращается к Йосефу. Мы с вами читаем «Позволь, господин мой». В еврейском языке здесь стоит слово «би-адуни», «би», которое в русский язык переведено как «позвольте», и действительно может иметь такое значение, но при этом я бы сказал так, что оно имеет гораздо более широкий спектр понимания. Дело в том, что подобным словом можно выразить свое обращение, клятвенное утверждение, которое указывает на то, что со мной нужно разговаривать. К слову сказать, многократно на страницах Танаха мы видим, что когда Господь использует это слово, говоря о себе самом, что с ним нужно иметь дело, на него нужно ориентироваться, ему нужно быть послушным. Интересно, что с этим словом к Йосефу обращается Иуда. На самом деле Иуда же не был первенцем у Якова. Был Рубен. Ну хорошо, Рубен там с Шимоном, они как-то где-то накосячили, и после этого были лишены своего первенца, о чем мы видим на страницах Туры. Но был еще и Левий. Почему именно Иуда? Вот какой интересный вопрос возникает здесь у нас сейчас. И я должен напомнить, что Машеях в соответствии со священным писанием и пророческими текстами должен был прийти именно из колена Иуда, и еще был его по сути потомком. То есть в той ситуации получается так, что по сути в чреслах Иуды говорил сам Машеях. И в чем был смысл речи, обращенной к Йосефу, которого воспринимали на тот момент как Пару. Иуда просил разрешения самому пострадать за Бенемина, за своего брата. Мы с вами уже говорили, что на страницах Танаха есть по сути два портрета Машеяха. Я не буду в это углубляться, но скажу только, что сформировалась со временем идея, что есть Машеях, который Бен Давид, то есть Машеях, который является сыном Давида и будет царить. И есть Бен Юсеф, что в переводе означает сын Юсефа, который говорит о Машеяхе страдающем. Мы с вами, читатели Нового Завета, знаем, что речь идет не о двух разных Машеяхах, а о двух разных приходах Машеяха. Сначала для того, чтобы пострадать, потом для того, чтобы царить. И вот представьте себе, что Иуда, потомком которого и является грядущий Машеях, по сути предлагает душу свою взамен души Бен Юмина, подобно как Машеях в будущем душу свою отдает взамен наших душ. В 45 главе 3 стихе книги Берешит мы видим такие слова. И сказал Юсеф братьям своим, я Иосиф, жив ли отец мой? Но они не могли, братья его, отвечать ему, потому что они смутились. Тоже очень интересный момент, который указывает нам на Машеяха. Смотрите, Юсеф открывается своим братьям, он говорит, я брат ваш, Юсеф, меня Господь привел сюда. Но братья его не реагируют на это. Они смущены. В еврейском языке здесь стоит слово бахаль, которое означает не просто сильное смущение, они как бы поражены ужасом. Почему они были так поражены? Потому что они считали его давно уже умершим. Но вот он стоит перед ними. И причем это не просто брат их. Он почти как сам фараон. Интересно получается, что Юсефу практически приходится доказывать свое право быть их братьям. Он говорит с ними на их языке. Он говорит им тайные вещи, о которых знали только они. Но вот что интересно. Получается, что братья узнали Юсефа только со второго раза. И мы с вами говорим, и об этом говорят слова пророков, о том, что Израиль примет своего Машеха, только когда второй раз он откроется им. Сегодня можно сказать, что на протяжении уже долгих двух тысяч лет наш народ продолжает оставаться в голоде. Даже несмотря на то, что какая-то часть народа сегодня живет в земле обетованной, у нас нету храма, у нас нету признаков присутствия Бога в нашем народе. Большая часть еврейского народа продолжает жить за пределами Эры Цесраэль. А мы говорили в наших уроках, что всегда это плохо для еврейского народа. Сегодня мы можем говорить о том, что народ Израиля продолжает не узнавать своего Машеха. Интересно, что действительно братья, когда смотрели на Юсефа, они видели его вот в этих египетских одеяниях, вот этого человека, вознесенного в величии своем на вершину того мира. И как было в нем узнать своего брата, которого они некогда предали. Подобную картину мы можем наблюдать сегодня, когда еврейский народ смотрит на Ешоа, который в описаниях христианских церквей очень часто вообще выглядит как нееврей. Он для них выглядит чужим, египтянином, еленом, языческим богом. Но придет момент, когда Ешоа, явившись в этот мир, и когда исполнятся слова, написанные у пророка Захарии, возряд на него, которого пронзили, и возрядают о нем, и откроются сердца человеческие, несмотря на все поражение, которое было на еврейском народе. И вот в ожидании этого момента мы с вами и живем сейчас, и трудимся, ибо сие будет началом Царствия Божия, в которое мы все так стремимся. Да благословит нас все Господь. В шуме шума шех. Амин.